Достаем его. Ребятки, всем привет и добро пожаловать на канал Закупыч. Сегодня мы распакуем такой приборчик, который мне возможно пригодится для канала. И на кухне он обязательно пригодится. Мы его сегодня обязательно протестируем. Это у нас термометр щуп. Шла посылка 28 дней, 178 рублей за него отдал, 2 доллара 20 центов. И сейчас он стоит 172 рубля. Курс у нас упал чуть-чуть и он подешевел. Я его уже чуть-чуть подразорвал, потому что идет не такая длинная штука. Так, ну давайте его распакуем. Вот так он у нас выглядит, в такой он колбе прикольной. Опа, вот так она откупоривается. И он у нас отсюда благополучно вылазит. Щуп у нас замеряет температуру от минус 50 градусов до плюс 300. Или же от 58 фаренгейт до 572 фаренгейт. Батарейки, я так понимаю, должны быть в комплекте. Да, давайте мы его раскрутим. Так, в комплекте у нас получается одна батарейка. Так, LR44. О, как раз мне, по-моему, такие недавно приходили. То есть у меня есть целый запас батареечек. Одна батарейка у нас здесь, которая аккуратно, когда вы ее открываете, выскакивает сразу же. О, показывает он уже температуру воздуха. 25,7-26 Цельсия. Можем изменить на фаренгейт. И 78, вот и 4 фаренгейт. Или 25,8 у меня температура в комнате. То есть его можно использовать даже как градусник. Ну-ка, если я его возьму, зажало. Так, давайте я его возьму. Вот так. Да, и температура у нас повысилась. Да, и потихонечку нагревается, потому что я его держу. Ну, 30 градусов. Сейчас должна упасть. Так, начинает температура падать. Но это дело мы еще протестируем. Выключу его. И включу снова. Так, 29,3. Так, hold. Это у нас, по-моему, память. Он запомнил значение. Если убрать, он сразу падает. И вот максимальное значение можно посмотреть. И минимальное, которое было у нас в измерении. Так, ладно. Его мы выключим. И, конечно же, мы его протестируем. И пока что предлагаю вам посмотреть, что у нас тут еще в комплекте есть. В комплекте у нас колбу еще можно открыть с другого, по-моему, конца. Или нет? Тут у нас инструкция. Давайте мы ее попробуем достать этим же щупом. Достаем. Так, тут у нас даже что-то написано. Да, написано его минимальные и максимальные значения. Написано то, что 10 минут он работает и потом автоматически выключается. Так, ну и дисплей. Так, это все у нас понятно. Давайте посмотрим инструкция. Инструкция у нас с одной стороны на китайском языке. И с другой стороны у нас инструкция на английском. Здесь вот все вы можете почитать, перевести. Да, я думаю, тут более-менее все понятно. Разъяснено. От какой батарейки вот он работает. А G13. Одна штука, 1,5. Так, ну и все. Это все неинтересно. Будем с вами его тестировать. Ну, давайте, Кус, протестируем наш чудо-щуп. Я наш щуп включаю. И он у нас начинает показывать температуру окружающей среды 25 градусов. Давайте-ка для начала мы его погрузим в горячее. Или в холодное. Нет, давайте в холодное. Два у нас одинаковых стакана. Таких новогодних. Вот он у нас в стакане со льдом. И начинает падать. Но, правда, падает очень медленно. По ходу щупу надо достаточно много времени, чтобы почувствовать на себе всю температуру окружающей среды. Начал показывать минус. Ну и все. Остановился у нас где-то на минус 3,9. Конечно, погрешность здесь какая-то есть. Но давайте его вынем. О, 4,8 прыгнуло. Так, ну уже ждать невозможно. Где-то 2 минуты прошло, как я замеряю. Так, как видите, я его вынул. И температура сразу же начинает расти. Вот уже плюс 1. Аня, минус 0,1 десятая. И вот уже плюс у нас пошел. И давайте в кипяченую воду его окунем. Вода у нас, чайник закипел где-то 2,5-3 минуты назад. Но я думаю, где-то градусов 80 не должно быть. Можно грибать. 78 градусов. 79,2. Ну, 80 градусов я был прав. Как только я щуп вынул, так сразу же температура начала падать уже побыстрее. Ну-ка, если я его влез, сейчас сразу же что будет. Интересно, там датчики нигде не погорят. Но все же, все-таки остывает он дольше, чем нагревается. Но я думаю, я буду все-таки его использовать больше нагрев, тестировать. Мясо вот хотелось бы протестировать. Кстати, вот я видел духовки, даже со встроенными такими щупами. Ну, конечно, не таким же, просто металлический шнур внутри духовки. Вы прямо в духовку, в мясо засовываете этот щуп. И в интернете вы можете найти температуру готовности. Например, для говядины, она своя, для свинины, своя. Там и для всяких продуктов тоже она различная. В интернете всю эту информацию можно найти. И, например, хотите себе стейк там средней прожарки. Вы выставляете температуру. Как только такая температура достигла середины мяса, сразу же духовка начинает пиликать и выключается. Также можете с этим поступать. Например, надо вам приготовить, например, там стейк какой-то прожарки. Вы можете посмотреть в интернете, что такая-то прожарка, это столько-то градусов. Или же готовность мяса проверить. Ну и все, наверное. Вот такой у нас был тест. Очень полезная в хозяйстве вещь и недорогая. Также мы можем посмотреть. Вот у нас максимальную и минимальную температуру. Максимальная у нас была 80 градусов и 4. И минимальная минус 4,8. И средняя, я так понимаю... А, и все, и выключаешь ее. То есть один раз нажимали, это у нас максимальная температура. Второй раз минимальная. Третий раз нажимали, все, он показывает температуру. Ну, сейчас щуп холодный, потому что он от льда только что отошел. Поэтому он показывает температуру заниженную. И холт у нас память. Он запоминает это значение, и оно не изменяется. А, также и вот еще здесь записана модель. ТП-101. Ну все, ребятки. Всем спасибо за то, что смотрели это видео. Надеюсь, для кого-то оно оказалось полезным. Подписывайтесь на канал. Ссылки на товар в описании. Пока. Итак, для того, чтобы проверить наш щуп, термо-щуп, нам понадобится противень, кусок рульки и духовка разогретая. Ну, где-то 180 градусов, я думаю, будет норм. Ну, я сделал чуть побольше, пускай духовочка наша греется. Так, рульку я купил сразу в пакете. Наше дело проверить только в ней температуру, которая будет при запекании. Вот у нас инструкция имеется. Нужно разогреть духовку до 180 градусов и поставить этот пакет на 120 минут. Ну что ж, будем ставить и запекать. Содрались наши рульки и все эти бумажки, которые были на ней наклеены. Открываем духовку. Ого, как там страшно. И... Опа! Ставим все это дело на 120 минут. Таймер на телефоне я сейчас запущу. И через 120 минут проверим ее температуру и сверимся с тем, сколько нам требуется вообще времени для того, чтобы приготовить следную рульку, с какой ее должна быть температурой внутри. Итак, прошло у нас где-то минут 110. Не стало я дождаться окончания времени, потому что что-то у нас тут мясо уже все поразварилось. Достаем его. Ой-ой-ой-ой. Как горячо. И сейчас мы замерим его. Нашел в интернете таблицу готовности по внутренней температуре. Было указано у нас то, что рулька свиная у нас готовится от 75 до 85. Должна быть и внутренняя температура. Сейчас мы ее будем протыкать. Температура у нас стала подниматься. Температура у нас медленно поднимается к 81. Да, все, мясо у нас точно готово с такой температурой. Начнем мы сейчас развернем, посмотрим, что у нас получилось. Вынул я нашу рульку из пакета. Ох, ну она просто прям брызжит. Ну что ж, ребятки, вот так у нас все получилось. Такое у нас мяско очень вредное. Ну что ж, я считаю, что тест термометра прошел успешно и очень даже вкусно. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ссылка на товар в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok